Андрей, вы как человек, который имеет опыт работы в других странах Евросоюза. Скажите, как вы видите развитие в нашем городе проектных работ в области культуры, может быть, социальной сферы? Ну, могу сказать о том, что действительно в планах уже намечены, то есть люди, как вот Айва сказал, есть команды у нас, которые умеют писать проекты. К сожалению, в Нарве нет людей, которые умеют писать проекты. По слову, хочу сказать, мы ходили по детским садикам, и руководители детских садов, пожимая плечами, говорят, ну мы не профессионалы, мы не умеем писать проекты. Для этого есть Департамент экономики и развития. К сожалению, почему-то не видно проектов, я не могу понять почему. В нашей антикризисной программе уже есть разработанный механизм реализации вопросов, связанных с проектами, которые будут писаться. Во-первых, обязательно нужно затронуть структурные фонды, которые позволят нам здесь сделать, значит, социальное жилье. Значит, в первом, в приоритетном порядке будет стоять туризм. Мы город, который стоит на границе Евросоюза. Здесь нужно строить дом культуры, нужно развивать культурные, большие, значит, мероприятия проведите. Посмотрите, если мы хотим куда-то, что кого-то посмотреть, в театр или куда-то съесть, мы обязательно куда-то едем. Мы едем в Таллинн, мы едем в Питер. Почему этого не сделать в Нарве? Нам нужно привлекать сюда. У нас под боком стоит река, которая имеет выход. Почему не сделать туризм? Почему не сделать порт здесь? Вот эти приоритетные работы, они обязаны быть активизированы сейчас. Это привлечет сюда туристов, которые позволят нам выйти в наше тяжелое экономическое положение, выйти из него и поднять как престиж города, так и экономику города Нарву. Я, Андрей, добавил еще спортивное сооружение. Мы забыли то, что и спорт дают, совместные лагеря дренировочные, совместные игры здесь, международные игры. Сегодня нам в городе нужно здание, что отвечает по международным стандартам. Их, к сожалению, практически нет, кроме ледяного холла, по-моему, и все. Да, больше нет ничего. Я сам больше 20 лет занимаюсь спортом, волейболом, играю в волейбол, у Алексея Васильевича Богданова. И вижу ситуацию спорта в Нарве в наихудшейшем положении сейчас. Денег для спорта почти нет. В открытую говорят, извините, денег для вас нет. Ну и для того, чтобы были, значит, нужно привлекать сюда фонды. Если в городе нет, значит, нужно писать проект. Почему этого не делается? Наталья, как вы считаете, на что может или должен обратить внимание в своей работе депутат, помимо тем о экономическом кризисе? Ну, безусловно, нужна определенная занятость и совсем маленьких детей, и молодежи. Говорили о необходимости развития и социальных программ, и культурных учреждений. То есть у горожанина должна быть возможность найти занятия по интересу для своего ребенка, чтобы интересом ребенка стал спорт, какие-то культурные мероприятия, а не улица и темная подворотня. Значит, город должен взять на себя такую обязанность обеспечить для семей, где родители потеряли работу, возможность детям посещать кружки, спортивные секции. То есть там должны быть бесплатные места для тех родителей, которые не могут оплачивать посещение ребенка. Я бы хотел сказать про стариков, про Нарских. Впечатление такое, что люди брошены, ходят по улицам. Нужно как минимум создать такую атмосферу, найти помещение для этих людей, чтобы они могли бы там собираться хотя бы вечерами, попить чай, поговорить о своих проблемах, чтобы кто-то этих людей мог выслушать. Вернем уважение пожилым людям. Это будет одна из приоритетных наших задач. К сожалению, наша программа подходит к концу. И мне бы хотелось ее сегодня закончить немножечко нестандартно. Уважаемые гости студии, я бы попросила вас обратиться к телезрителям с буквально одним предложением, каким-то пожеланием. То, что вы действительно хотели им сказать. Хочу всем, Нарвитян, хочу вас всех вызывать на выборы. Предлагаем начинать сначала. Сначала строительство новой Нарвы, червецской Нарвы. И действительно надеюсь, что 19 число это то число, когда начинается в Нарве новая эра, эра будущего. Удачи вам всем. Дорогие нарвитяне, хотел бы напомнить, что голосовать могут и с красными паспортами, и с серыми паспортами. Человек, имея прописку в Нарве, может голосовать. Обязательно придите на выборы. Голосуйте по сердцу. Так, как вам подсказывает сердце, и голосуйте. И вдобавок хотел бы сказать свое видение. Политик – это слуга народа. И должен быть открытым и честным. Политик должен выходить к народу и разговаривать с ним. Он не должен прятаться за какие-то административные, какие-то барьеры. Я занят, вот мой секретарь. Выходить к народу и разговаривать. Вот команда перемен, сидящая, здесь одна часть сидящая, ходит и разговаривает с народом. Социал-демократическая партия – это партия народа. Спасибо. Наш паровоз летит вперед. Не пора ли бы его поставить уже на рельсы. Рельсы перемен. До свидания и до новых встреч, дорогие норвитяне. Как говорит мой знакомый врач, все болезни от головы и лишь одна от удовольствия. Я хочу обратиться к норвитянам, чтобы они думали, думали, еще раз думали. Те политики, которые придут, они тоже должны думать. Неважно, мы придем, другая партия будет у власти. Самое главное, чтобы эти люди думали и не рубили сух, на котором сидят. То есть нельзя портить отношения с властями, нельзя, я имею в виду с государственными, нельзя портить отношения с предпринимателями. Если мы говорим о том, что мы хотим создавать свободную экономическую зону, то нам нужны площади, а площади у нас есть только у тех предпринимателей, с кем мы в настоящее время окончательно, наверное, испортили отношения. Если мы хотим создавать экономическую зону, нам нужен механизм реализации. То есть нужна законодательная какая-то база, а она, опять же, зависит от органов государственной власти. Извините, не от местной. Если мы будем делать такие движения, устанавливать памятники, чтобы только испортить отношения с государственной властью, у нас никогда не будет экономики, никогда не будет развития. Я хотела бы призвать норвецян не игнорировать выборы, не оставаться один на один со своими проблемами, а искать помощи у города. Есть такая пословица. Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Дорогие горожане, норвецяне, дорогие норвецяне, обязательно придите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok